Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. Многие спортсмены считают своих тренеров вторыми родителями. Они вместе идут к намеченной цели, добиваются успехов. Но не каждый наставник может воспитать чемпиона. Здесь нужен особый педагогический талант. О том, кто способен направить энергию детей в нужное русло и воспитать победителей в наш сюжет. Ее первая группа уже давно перешагнула возраст юниоров, а кое-кто даже сам стал наставником для юных спортсменов. Тренер по легкой атлетике Светлана Кукушкина воспитала даже не сотни, а, наверное, тысячи легкоатлетов. Глядя на успехи своих ребят, Светлана вспоминает начало своей карьеры в спорте. В шесть лет она очень хотела попасть в цирковую студию, но ее не брали из-за возраста. Но это не остановило подвижную девочку. Она все равно приходила на занятия. Старалась повторить за ними. Тренер посмотрел, посмотрел, сказал моей маме, давайте ведите, иначе она себе голову сломает. Лет пять я вот прозанималась там. В школе Светлану отметили на уроках физкультуры и предложили попробовать свои силы в легкой атлетике. Физически развитая девочка сразу же показала свои возможности. На первых соревнованиях буквально через месяц-полтора я уже себя проявила именно в прыжках. Мне больше как-то шли прыжки. И по третьему разряду, по-спортивному я уже сразу на первых соревнованиях выполнила. Пик спортивной карьеры Светланы Кукушкиной пришелся на конец 80-х годов, когда она выполнила норматив мастера спорта. Здесь вот есть таблица рекордов того времени. Еще многие мои рекорды не побиты с того времени. Но в стране наступили сложные времена, и спорт для многих отошел на второй план. По этой причине Балакова чуть было не лишился замечательного тренера. Светлана Кукушкина ушла из спорта на пике своего мастерства. Я училась в институте, и вот эти вот еще сложные времена тогда, 90-е годы, ну очень сложно было в стране со спортом. Все закрывались из спортшколы, все лучшие тренеры уезжали за границу. Вот в этот период как раз мне пришлось закончить мою спортивную карьеру. Ну и карьера тренера-то тоже как бы не пошла. Но каждый настоящий наставник возвращается к своему призванию учить детей. Вернулась в спорт и Светлана. Теперь уже в качестве тренера. Все сложилось, и Татьяна Васильевна мне предложила свою группу. Не с нуля, как говорится, начинать. И вот так и вокруг этого все закрутилось, завертелось. Ну естественно и малышки пришли. Не каждый успешный спортсмен может стать хорошим тренером, но у Светланы это получилось. У нее свой подход к каждому ребенку. Стараюсь подобрать ключ к каждому ребенку, но это индивидуально. На кого-то одно действует, на кого-то другое. То есть вот тут нет определенного какого-то рецепта одного, да, вот так вот говоришь, мотивируешь, и все, и они пошли. Нет, с каждым ребенком вот строго индивидуально. Легкая атлетика – очень многогранный вид спорта. В ней насчитывается 42 дисциплины. И для того, чтобы понять, какое направление ближе тому или иному спортсмену, тренер проводит очень большую работу. Светлана говорит, что задатки у детей видны сразу. Но вот для того, чтобы из ребенка получился перспективный спортсмен, должны сложиться несколько факторов. И помощь родителей, и подходящий тренер, и желание самого ребенка тренироваться и идти к цели. Ходят детки, смотришь, да, ладненький, ладненький. Ручки, ножки работают, складно, все хорошо, все. Но вот прямо сказать, что вот он будет там чемпионом по прыжкам, или там он будет чемпионом спринта или там в стаирском беге, сразу очень сложно. Стараюсь детей на многоборную подготовку, то, чтобы было всестороннее, гармоничное развитие. А уже ближе к старшему возрасту, уже смотрим, что больше получается, какая-то. Тогда уже определяемся специализацией. Не так уж маленький пришел ребеночек, ему сразу там 7 раз в неделю, по 3 часа и поехали. Нет, такого нет. Все постепенно, все плавно. Времена диктуют свои изменения в разных сферах. И спорт не исключение. Раньше желающих заниматься спортом было очень много, и тренерам приходилось проводить отбор. Сейчас, к сожалению, спорт не так популярен у детей, и поэтому в секцию берут всех. Было бы желание. Поэтому и подход к тренировкам тоже изменяется. В одной группе могут оказаться и физически подготовленные ребята, и те, кто совсем не умеет бегать-прыгать. Легкая атлетика – это, конечно, спорт высоких людей, быстрых людей, сильных людей. Мы стараемся найти нишу для каждого ребенка, чтобы он как-то хотя бы самореализовался, свои какие-то успехи. Я им говорю, мы тренируемся не с соперником, соревнуемся на первых этапах, самим собой, с какой-то задачей, какую-то ставлю мотивацию, вот для тебя такой, вот это будет точкой отсчета. И мы уже от этой точки там как-то двигаемся. Для каждого ребенка свой план, своя мотивация. Бороться юным спортсменам приходится не только с самими собой и соперниками, но и с обстоятельствами. Так самой Светлане в свое время достичь намеченной цели помешала перестройка. А ее воспитанницы сейчас борются с пандемией и с международной обстановкой. Полетели многие соревнования. Это, конечно, для нас и для спортсменов был удар, потому что это же мотивация, это какое-то стремление куда-то. И меня, тем более, девочки отобрались на международные соревнования. Мы к ним готовились, и тут все закрылось. Переживали, плакали очень сильно. Ну и сейчас вот тоже пандемия закончилась, теперь вот эта международная обстановка опять. Опять меня девочки отобрались на международные соревнования, опять мы не едем. Сейчас некоторые воспитанники Светланы Кукушкиной в мировых рейтингах в десятке лучших спортсменов планеты. У других все еще впереди, и они обязательно выступят на соревнованиях мирового уровня. Ведь рядом их вторая мама, тренер Светлана Кукушкина, которая растит настоящих чемпионов.